Кассу одной из сетевых заправок областного центра украшает красочная реклама без табачного изделия. Однако в продаже его якобы и нет. А откуда взялась замануха, да еще и с указанной ценой, никто не знает. Вчера вас приобретали вот такую банку. Вы знаете, я вам приобретал по поводу... По поводу вчера я вам не могу ничего сказать. Я сегодня заступила на смену по поводу вчерашней смены, я ничего не могу сказать. Так нам поколоса пригласить. Хорошо. Отвечать на вопросы сотрудников придется представителю юрлица, он уже в пути. В это время мы внимательно рассмотрели упаковку с подробной инструкцией. Продавцы, прикрываясь несовершенством закона, продают снюс даже детям, прекрасно зная, что в одной шайбе никотина, как на плантации махорки. Поступил звонок от обеспокоенной мамы, которая заправлялась на заправке по данному адресу. И увидела в реализации никотиносодержащий продукт. В данном случае это был лифт. Приобрела его и обратилась в управление Роспотребнадзор. На сегодняшний день подобные рейды помогли изъять до полутысячи упаковок с синтетическим никотином. Ушлые распространители могут прятать отраву под прилавком, но это ненадолго. Поймать продавцов за руку сегодня не удалось, но вы сами видели, рекламка около косы висела, а потом вмиг испарилась факт, согласитесь, говорящий. Роспотребнадзор продолжит проверки ежедневно, даже на новогодних праздниках. Снюс, как это ни абсурдно, приравнинг пищевой продукции и в сопроводительных документах не имеет обязательной сертификации. До появления необходимой правовой базы бороться с распространением отравы можно будет только точечными рейдами. Соответствующий комитет Тамбовской областной думы уже работает над таким законопроектом. Я полагаю, что в ближайшее время, не позднее января, начало весенней сессии, такой закон будет принят, и торговля такой продукцией в Тамбовской области для несовершеннолетних станет нелегальной. Если вы знаете, где беспрепятственно торгуют ядом, обязательно поделитесь этой информацией. Номер горячей линии Роспотребнадзора – 480382. Мы будем следить за ситуацией. Павел Юрасов, Николай Иванов, Александр Щеднов. Область новостей.